Зона комфорта – это ваш враг. И одна из самых больших ироний заключается в том, что если вы живёте, стараясь сохранить комфорт, жизнь будет посылать вам всё больше и больше дискомфорта. Это правда. Жизнь будет сопротивляться и продолжать бросать вас камней. Многие люди, вместо того, чтобы расти и достигать большего, привыкли сидеть на одном месте и жаловаться, что у них нет денег. Говорить, что жизнь несправедлива, и на следующее утро ехать в автобусе на работу, которую они не любят. Послушайте, вы были рождены не для того, чтобы деградировать и потягивать пивко после работы. Вы здесь для того, чтобы расти. Поэтому у вас есть два варианта. Либо вы берёте ответственность каждый день работать над собой, чтобы достичь успеха, либо вы продолжаете жить дальше, ныть и жаловаться, пока не умрёте. Как вы думаете, Стив Джобс, когда работал на Деппл, он чувствовал себя при этом комфортно? Он бросил учёбу, чтобы сконцентрироваться на изобретениях. Стив сдавал бутылки, чтобы купить еды, и каждое воскресенье ходил за 7 миль через весь город, чтобы один раз в неделю поесть в храме кришнаитов. Это ещё не всё. Аник Вуйчич, который с рождения страдал от тетраамелии. У ребёнка не было ни рук, ни ног, только частичная стопа со сросшимися пальцами. Он разве сдался? Скорее наоборот. Он научился так жить и смог развить в себе таланты. Так почему же вы тратите время на бесконечные марафоны Netflix? Почему вы сразу бежите в бар, как только приходят сообщения с предложением выйти? Вы должны прямо сейчас принять решение и быть готовым столкнуться с отказом, неудачей и давлением. Потому что это то, что необходимо для вашего роста. Ведь жизнь не позволит вам получить то, что вы ещё не заслужили. Ваша жертва должна быть оплачена вперёд и в полном объёме, и только так вы сможете достичь той жизни, которую хотите. Поэтому хватит себя жалеть. Запишитесь на бокс, читайте книги, усердно работайте. Учитесь, просыпайтесь раньше, даже если вы не любите утро. И только тогда вы сможете накапливать опыт и знания, необходимые вам для успеха. Друзья, я вас прошу, не воспринимайте это как голос на видео под фоновую музыку. Слушайте это как прямой знак, прямое послание, которое жизнь даёт вам, чтобы пробудить вас. Пришло время снова начать мечтать и добиваться того, что всегда было вашим, но что вы слишком долго игнорировали. И я обещаю, что когда вы заставите себя испытывать дискомфорт, то все вокруг обратят на вас внимание. Сама жизнь начнёт поддерживать вас, открывать для вас двери и знакомить вас с людьми, которые выведут вас на новый уровень. Но вы должны сделать шаг. Так сделайте его и наблюдайте, как ваша жизнь начнёт меняться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!